Икона Николая Чудотворца, написанная в 16 веке. Образ из Соликамска установлен на Пермской ярмарке на время работы выставки «Православная Русь». Одна из тем этого года – судьба дома Романовых. Каждый год мы стараемся привезти какую-то святыню, для того, чтобы люди не просто посмотрели, но могли и приложиться к святыне. И привезли из Иерусалима мощи преподобного ученица Елисаветы и Варвары. При жизни родная сестра императрицы Александры Фёдоровны, великая княгиня Елизавета, помогла многим нуждающимся. Почти столетия назад она побывала в Прикамье во время своей паломнической поездки по храмам и монастырям империи. В 1918 году после казни членов царской семьи тело Елизаветы Романовой и её келейницы Варвары доставил в Иерусалим игумен Прикамского Белогорского монастыря Серафим Кузнецов. С тех пор мощи святых мучениц покоятся в Иерусалимском монастыре Марии Магдалины. Сёстры из этой обители прибыли в Пермь. Жизнь Елизаветы Фёдоровны незримо связана и зримо связана с Пермским краем. В Перми народ трогательно относится к Елизаветушке. Иерусалимские монахини привезли ветви оливы из Гефсиманского сада, в котором когда-то молился Христос. Всего более 150 православных храмов и монастырей стали участниками выставки на Пермской ярмарке. География участников весьма широка. Кроме российских, здесь представлены обители из стран СНГ, а также из Греции, Израиля, Черногории. Каждый привез свои чтимые святыни. Этот форум направлен на то, чтобы возродить веру, возродить нашу духовность. Но для нас очень важно, чтобы такие вещи носили просветительский характер. И в этом году именно на это направлен форум. Главе региона и главе Пермской епархии преподнесли в дар образа, созданные пермскими иконописцами. Мы бы хотели в знак признательности и уважения всех прихожан Пермского края учить вам в знак открытия этой выставки. На Пермской ярмарке представлены всевозможные продукты для православного стола. Мёд, оливковое масло, когор и многое другое. Выставка продлится по 27 августа. С её программой можно познакомиться на сайте www.pravoslav.expoperm.ru Юлия Зыкова, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.